всем привет дорогие друзья вы на канале galaxy watch сегодня хочу с вами поговорить такой проблеме как выгорание экранов часов galaxy такое к сожалению случается как например вот в этом случае пожалуйста был на xda и там нашел эту страничку да или тему выгорания у человека выгорел экран его часов прям через первые же сутки как он его купил но думаю что в его случае это был брак но это может быть и без брака конечно не так быстро я просто даже не представляю что с ними нужно сделать чтобы они выгорели у вас первые же сутки но хочу вам сказать или в этом видео вернее рассказать о том что делать для того чтобы ваши часики или экран ваших часов не выгорел у меня кстати такое случилось со смартфоном galaxy s 20 ультра у меня выгорел экран нижняя его часть и там вот эти вот иконочки которые были в баре до управления они у меня прям так выделялись потом на белом фоне хорошо было видно как у данного человека это произошло видите вот у него отпечатался один цифровой вот циферблат и его примут хорошо везде видно особенно это все видно на на белых фонах что делать чтобы такого не произошло или по какой причине вообще может быть выгорание по причине первое это яркий когда у вас яркость вашего смартфона или ваших часов на полную стопроцентная яркость и если она длительное время работает на вашем экране короче вот как у меня сейчас экран в рабочем состоянии он на полную яркость и как вы видите у меня белый фон вот если часто пользоваться так да то можно экран может начать выгорать что значит будет отпечаток вот этой вот всей странички да потом на белом фоне буду будет видно или как на данных часах это будет выделяться вот таким вот фоном чтобы вы не делали такое кстати я видел что недавно произошло и с айфоном до выгорел экран именно после того как он 8 часов кряду у него был включен на полной яркости и выгорел ну такое тоже бывает и айфона у самсунгов это повсеместно и естественно супер амолед экранах если люди просто не придерживаются определенных правил во первых как я уже сказал не надо полную яркость держать лучше поставить автояркость либо просто убавить меньше там 50 или 50 чтобы было комфортно для глаз и на улице было хорошо видно и пользоваться далее использовать черные темы и это касаемо смартфонов на часах же нужно использовать желательно использовать лучше темные циферблаты яркие циферблаты белые циферблаты тоже можно использовать но только их нужно менять и вообще желательно циферблаты менять вообще на часах ну раз в неделю но менять для того чтобы постоянно были перемены как я уже сказал на из 21 ультра 20 ультра да у меня выглядели иконки вот вот здесь внизу в нижней части вот это вот здесь вот допустим сейчас я вот сделаю да и вот эти вот иконочки которые вы сейчас видите они у меня остались в цвете да и теперь чтобы я на нем не делал у меня они так видны всегда на белом фоне очень ярко по какой причине а потому что долгое время я постоянно использую частыми использую свой смартфон на яркости сто процентов и использовал тогда всегда белую тему светлую тему и никогда не менял местами эти иконки и также не менял местами папки вот как есть у меня не помню с какого года до так скажем на выставлен вот этот параметр вот этих всех папочек и всего остального так я этим и пользуюсь но теперь я стал их менять местами время от времени передвигая папочки и также вот эти нижние иконки тоже на циферблате естественно нужно менять циферблат потому что пункт меню ну он же у нас не на рабочем столе и не постоянно высвечивается поэтому менять не стоит поэтому делаем следующее во-первых яркость не надо на сто процентов и держать ее долго во вторых если вы используете яркие циферблаты и особенно со светлыми тонами или белыми тонами то нужно менять как можно чаще такие циферблаты вообще лучше использовать как я уже сказал темненькие циферблаты и естественно их менять почаще на смартфонах также менять расположение ярлыков приложений и иконок в том числе вот такая вот незатейливая инструкция избавит вас от выгорания ваших экранчиков часов и смартфонов тоже благодарю вас за ваше внимание подписывайтесь и если вам было полезно пока и до новых встреч